Наконец-то нам показали новый трейлер NFS Unbound, в данном случае он демонстрирует геймплей. Несмотря на то, что он короткий, а EA выложили его только в соцсетях, а на ютюбе под закрытым доступом, здесь есть много интересного при детальном рассмотрении, о чём я, конечно, вам расскажу, ибо не всё так просто, как кажется. Ну а для тех, кто забыл, меня зовут Дима OnePoint, усаживайтесь поудобнее, пристёгивайтесь, а я погнал. Хей, тут есть любители прохождения NFS? Думаю, точно есть, странный вопрос. Поэтому рекомендую вам канал Top Drive Games. Автор проходит все NFS, начиная с Underground, при этом всё происходит в режиме прямой трансляции, а это значит, что вы всегда можете задать вопрос в чате, но на канале вы найдёте не только NFS, а также прохождение GTA, обзоры на игры из 90-х и нулевых. Контента много, поэтому кликайте по ссылке в описании под видео, либо тапайте по подсказке. В самом начале нас знакомят с локацией. Да, как я говорил, Лейкшор-Сити вдохновлён Чикаго, поэтому тут есть наземное метро, которое проходит на уровне второго-третьего этажа. Мы много где видели такое, начиная с GTA 4 и заканчивая серией игр GRID. И да, это очень даже символично, ведь Кодмастерс теперь принадлежат EA. Вполне возможно, что идею с такими городскими пейзажами предложили они. В любом случае, я считаю, что это тепло и ламповое, ибо уже какой город, но Чикаго мы видели часто в играх. И лично я уже немного соскучился по урбанистике, а то пляжи и небольшие деревушки поднадоели. Также есть рекламы. Одна явно банка, которая в Лейкшор будет называться Депт Стейшн. У меня есть мысли, что это игра слов. Депт и Стейшн. Фитнес-центр, тут думаю понятно. И реклама какого-то кар-шоу с неизвестной для меня машиной на фото. Если есть у вас мысли, что это за тачка, то пишите в комментариях. А насчёт рекламы, я думаю, что это будет магазин автомобилей, где мы сможем подобрать тачку под себя. Кстати, вполне возможно, что белое здание вдалеке и есть магазин автомобилей. Ну или автосталон. Называйте, как вам удобно. Конечно же, эффекты, которые в данном случае в виде рисованных долларов. Видимо, чтобы сочеталось по цветовой палитре с рекламами. Если что, машина во всём трейлере это С14, в разных обвесах и с разными эффектами. Вы, кстати, новый номер заценили? Эта надпись гласит о том, что мы можем выбрать свой эффект при вождении. После чего нам показывают эти самые эффекты, которые тут называются теги. И лично меня это снова отсылает к Need for Speed Найтро. Ведь там мы своим тегом разукрашивали улицы, когда ехали на первом месте. Здесь же, видимо, ограничиваются лишь паком из дыма, страйпов, анимационного аватара сверху и небольших партиклов по бокам. Каждый пак эффектов или тег открывается при достижении определённой цели в игре. Например, тег лирик эпического класса. Да-да, то же самое, как в Forzy Horizon. Открывается лишь при достижении спецификатора 2 или квалификатора 2. Но, конечно же, можно будет открывать эти эффекты, просто занимаясь поиском граффити в городе. Как написали разработчики в своём новостном дропе, граффити оживает в Need for Speed Unbound, благодаря совершенно новому уникальному визуальному стилю, в котором элементы самого свежего уличного искусства сочетаются с самыми реалистичными автомобилями в истории Need for Speed. Ещё на этом моменте с выбором эффектов видны классы авто. Например, мы теперь знаем, что Nissan Silvia S14 принадлежит классу B. Испех здесь в том, что даже в Forzy она также в классе B. Будут ли эти авто точно такие же по классам, как в Horizon? Не знаю, но если это будет так, то это определённо забавно. Также есть индикаторы уровня жары, погони, количество денег и непрорисованные иконки кнопок. Но самое главное, это меню настройки и доступность, где, внимание, скорее всего можно будет отключать некоторые из этих эффектов. Но сами разработчики этого делать не рекомендуют, ибо игра изначально разрабатывалась под такой визуальный стиль. Также из второго новостного дропа стало известно, что новая система Nitro, которая называется Burst Nitros, не так проста. Хоть она и копится классически для серии. За дрифт, опасные сближения и за прыжки. Но имеет при этом тройную шкалу заряда, несмотря на то, что баллон, нитро и ёмкость также есть. Проще говоря, эта механика нитро похожа на ту, что в Асфальт, где у нас есть общая шкала, которая уходит при использовании. Но игрок сам может выбрать, в зависимости от её заполнения, насколько сильным будет эффект ускорения. И в зависимости от силы этого самого ускорения, будут меняться эффекты из того пака, который вы поставили на свою машину в Unbound. Это хорошо видно на некоторых моментах трейлера, где мы также можем заметить изменённый спидометр. Но в целом он остаётся такой же, как в хите. У нас есть две ячейки для способностей. Да, в хите была одна активная и одна пассивная. Здесь, похоже, будут две активных ячейки. А сверху есть индикатор уровня повреждений авто. Также на этом кадре можно увидеть иконки копов, которые, похоже, разделяются на ранги, судя по этим стрелкам. Как опять же нам стало известно с предыдущего видео, копы теперь будут непростые, и каждому нужно будет находить свой подход. На одном моменте очень отчётливо видно карту, иконка граффити, которая может означать пак эффектов для авто, либо винил. Есть иконка, обозначающая жару, и какая-то непонятная розовая. Пока я не знаю, что это такое. Снизу название района, это Underwood Gardens. Посреди надпись Spotting, что, скорее всего, относится как-то к копам. А где показатель нитро, внизу нам будет показывать, за что его дают. В данном случае за дрифт и близкий проезд. Сверху уровень жары погони, а сверху справа категория машины, которая здесь уже S. Счёт мультиплеера, счёт синглплеера и иконка крестовины нажатия влево, видимо, чтобы развернуть подробное меню. Подтверждение кроссплея также свершилось. На одном из кадров видны иконки ПК, рядом с ватарками игроков. Точно так же, как это было в Hit, а как мы помним, в последнем обновлении игры как раз добавляли кроссплей между платформами. И я тогда говорил, что это явно тестируют для следующей игры серии. Теперь мы знаем, что для Unbound. Тут же видны суммы денег, которые, скорее всего, игроки получили за данную мультиплеерную сессию. А последний кадр в трейлере хоть и самый эпичный, из-за того, что игрок летает в балку моста. Но, тем не менее, так же с информацией, где мы можем посмотреть на иконки копов на карте, а так же напролёт через фонарный столб и финальные гличи повреждения авто. Эх, киберпанк прям какой-то. В новостом Дропе также рассказали, что гардероб игрока получит обновление, будут новые модные коллаборации, дополнительные косметические изменения, ну и, конечно же, позы, которые я упоминал в предыдущем видео. А вот и новые скриншотики. Да, из этого Дропа. Нам хвалится, что будет гражданская версия Ford Crown Victoria, на котором раньше нельзя было прокатиться официально, только на коповской версии. Здесь, как вы могли заметить, даже тюнинг на Фордет завезли. Выглядит как за Крю 2. Ладно, шучу. На десерт я оставил самое сладкое. Это физика авто. В предыдущем видео я рассказывал цитату из интервью для IGN, геймдиректора Unbound. Кратце, он нам наобещал чуть ли не симуляторную физику. Что же видно по этим кадрам? Она похожа на что-то среднее между Hot Pressure 2010 и NFS Payback. Машины также дрифтят поворотов. А в одном моменте видно, как игрок чуть ли не уходит вовнутрь во время этого самого заноса. То есть машину еще чуть-чуть и развернуло бы. Пока я точно не могу сказать, что здесь происходит с управлением. Но игроки уже начали говорить, что физику Forza Horizon NFS не то чтобы не переплюнет. Даже не дотянется до нее. Я лично не совсем понимаю, как можно сравнивать эти игры. И даже не из-за того, что мол они про разное, NFS это про тюнинг, а Forza про дрочь на автомобиле. А из-за того, что движки разные. Horizon делали на том движке, который разрабатывался только для гонок. И полировался годами. Пока не смогли вывести идеальную формулу симуляторности-аркады. А в NFS просто взяли Frostbite, на который есть права и не надо никому платить за его использование отчисления. И можно хоть до усрачки объяснять, что вот я разработчик игр в 10-м поколении, я знаю за физику и могу с уверенностью сказать, что это всего лишь расчет и кодинг. После чего Frostbite покажет физику управления авто, похожую на Forza. Да, я согласен про гибкость движка. Никто не спорит. Можно его настроить. Но почему-то пока что это почти никому не удавалось. А команды были разные. И получается, говоря о том, что движок можно настроить, просто разработчики не умеют и вообще вы не понимаете это другое. Это всего лишь обесценивание работы кучи сотрудников EA. Программистов, которые могут быть явно лучше уровнем, чем кто-либо. Ну, а могут быть и хуже. Подытоживая мои слова, Frostbite неплохой движок. Но есть ли те, кто смогут сделать хорошую физику поведения авто на нем? Я лично и многие фанаты крайне надеемся на Критериан. Но их принимало участие в разработке NFS Unbound меньшинство. А насчет Forza, понятное дело, что хочется сравнивать с лучшими. Но делая такое сравнение, ты автоматом вычеркиваешь тех игроков, кому, например, нравится физика в каких-то из последних NFS. Да и нужно ли такое детальное поведение авто в игре, которое все больше и больше склоняется к аркадному асфальту. В последней части которого машины фактически могли ехать сами по себе. Мне кажется, что это вопросы для обсуждения в комментариях. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Дима Ванпойнт. Ну и, конечно же, респект тем, кто пишет комментарии и ставит лайки. Я стараюсь для вас и нахожу самую подробную инфу о новой части NFS. До встречи в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok